Что делать, если ребенок не говорит? Ждать или обращаться за помощью? И куда? Сегодня в своей истории делятся с нами Елена и Алевтина, мама и бабушка шестилетнего Мирослава. Когда и почему вы впервые обратились за помощью к специалистам? Когда Мирослава была два с половиной уже, мы не говорили, не произносили никаких звуков, не откликались на имя, только плакали, все время плакали. Сначала по своим врачам, педиатр, она сказала нормально, мальчики иногда до пяти лет не говорят. В логопедический сад нас тоже не захотели взять до пяти лет, поехали в областную нашу больницу в Южно-Сахалинск. Ну, там нам встали ввели такой диагноз, как аутизм. Приходишь к логопедикам, все хорошо. Приходишь к левропатологу, и здесь, что нам предлагали, это ортопедическую обувь. То есть ей говорили, что вы как курица, успокойтесь, займитесь чем-нибудь другим, у вас все нормально, что вы нарекаете на ребенка. А потом, когда вот я говорю, что вот этот момент подошел, самое смешное, что когда она добилась в областную больницу лечь с ребенком, вот перед этим диагнозом, они даже в направлении написали по требованию мамы, понимаете? И выставили ее в лице врачей такой, что вот, ну, ненормальная мама, которая вот паникует. И тут через 10 дней, когда они пролежали, они вот выносят этот вердикт, что аутизм, и в общем-то вы можете даже не рыпаться, вот в прямом смысле слова. Вот мы приехали в Хомск, дочь начала поднимать педиатров, невропатологов, всех на свете. Нашли мы логопеда, правда, вот логопеду огромное тоже спасибо. Она говорит, надо с чего-то начинать, потому что я ничего не сделаю, потому что он вообще ничего о нас не говорил. Видать был по ребенку, что он понимает, он просто вот не слышит нас. Проверили слух, вроде говорят, слух нормальный, но у нас нет такой, опять-таки, аппаратуры, даже в Южно-Сахалинске, чтобы проверить вот на 100%. И поэтому приехали сюда, много отзывов в интернете читали, от сахалинцев, от наших слышали, уже тут были до нас сахалинцы, много отзывов было хороших, и поэтому в три года мы были здесь. Какие изменения в речи, внимании, поведении в других сферах вы отмечали после первого и последующих курсов? Запомнила, что здесь, конечно, терпимые люди, потому что мы проходили, вот когда первую диагностику, Мирослав еще не мог сидеть на месте, даже вот в секунду, ни с конструктором, ни с чем. И вот он мог 10 раз это округе давать, то есть находилось терпение вот у девочек, что снова посадить, снова это все подключить, снова сделать диагностику. Прошли мы вот таким образом. А потом все-таки, мне кажется, вот первое, да, у нас было, помнишь, он раньше, если он в магазин заходил, то мы с ним не ходили стараться, потому что у нас все с пола сметалось махом. А потом, да, он стал терпеливо в магазине, он по сторонам смотрел, показывал только что-то ему надо, да, но сейчас уже, конечно, совсем по-взрослому ведет, он берет корзину, складывает то, что ему мама говорит, он набирает, вот. А вот этот первый момент был, да, что мы смело могли с ним даже вот уже просто идти куда-то зайти. Начиналось с мелочей все, да. По улице стало легче ходить, куда-то заходить, где другие дети, люди, там в общественные места стало возможно как-то ходить с ним, потому что до этого это была невозможность. Да, вот после первого, второго мы уже начались, с ним просто можно было зайти куда-то, и мы знали, что мы никому не нанесем ни вред, и никого мы можем, потому что маленький мог, он мог зайти, ребенка потрогать, сейчас... Покричать там, сейчас мы уже, ну, он могли уже где-то после второго и в кафе зайти, его уже покормить или еще куда, ну, как-то он стал более поведение улучшилось. Мы, томатик, начали проходить, логопед был, массаж и нейродинамика. Ну, в общем-то, после первого курса он откликаться, наверное, на имя более, стал более, стал понимать, слушать. Постепенно, наверное, через какое-то время уже начало проявляться это, а вот уже после второго, третьего уже больше и больше пошло вот этих рывков, этого прогресса уже прям на глаз, на лицо было заметно. После первого в основном было заметно на бумаге, после обследования, после всего этого. А вот второй, третий уже пошли сильные рывки, и действительно было понятно, что, ну, прогресс он есть, и он сильный. А помнишь, как после второго томатиса он у тебя узнал? У них есть такая процедура, утробный голос мамы слушать, и вот она одела, начала ему стичить, читать, и он так... Не я стичь, а наушниках мой голос. Мама, и мамик, а ты... На втором курсе у нас вот пошли слога, коротенькие слова, там, кот, мама вообще почему-то долго не говорила. Кот, мы говорили, там, машина начали, одно из первых, рыба. Пошли показать океанариум ему на втором курсе, кажется, и он увидел вот этих рыб, и рыба, рыба, рыба. Речь заметна стала сейчас, предложениями говорим, составляем рассказы, в принципе, рассуждаем. После алалии, конечно, там, дезортрия, и звуки эти надо ставить. Если в поведении он еще отстает от ровесников, да, то по знаниям вот он идет как бы со своими ровесниками, читает, пишет. Нет проблем как-то, вот в этом нет. Нравились ли занятия Мирославу? Первые два, наверное, курса мы тащили его, мы на массаже его с Юлией Николаевной, с массажисткой, держали, бабушка иногда присоединялась, с остальными массажистами тоже держали, с логопедом. Здесь с ним ходили на музыку тоже, с Маргаритой Александровной, с Мирушей его надо было заставлять. Вот уже где-то второй курс, если даже не третий, второй, он сам, хочу влагопрогноз, хочу влагопрогноз. И здесь его уже все хвалят, потому что он прям здесь на переменке, он как весь всю энергию, как Юла его не остановить. Там уже он садится, занимается, ему очень нравится, здесь особенно нейродинамическая гимнастика, это вообще там горки, лазить, это любимое наше занятие, ну и все остальное. Мне кажется, это даже благодаря не только вот то, что вот он любит, да, а то, что здесь такой подход. Вот я никогда не забуду, когда начали они отрабатывать эти вот первые слоги его. И Лена побежала к Юлине Николаевне брать одежду его, и тут я заволновалась с ним, это Мирослава нашего. Ага, открывая дверь, а за ним Костылева, Полина Александровна, значит, ползком, Мирослав, придя, она за ним, и говорит ему, Мируша, хоть на массажный стол, но ты мне это слово скажешь. Это было так забавно, потому что здесь вот настолько специалисты, вот они чувствуют, что ли, детей. Нет у них вот такого. Заговорил Мирослав, я помню, мы приехали. Ну да, здесь пытаются. Да, приехали, Елена Валерьевна взяла его на первое задание. Выходит, у нее такое счастье в глазах, ну я понимаю, мы счастливые, но у нее настолько было вот здесь написано, что я счастлива, что вот он, она говорит, он мне столько сегодня рассказал. Сейчас, правда, уже не удивляются почему-то. А первое время вот даже они, преподаватели, они каждому шагу, каждому вот его, так сказать, артикуляционному движению были рады. И это очень приятно. Это дорого стоит, когда ты понимаешь, что тебя поддержат. И они сделают все, чтобы вот это маленькое существо вот был таким, каким сейчас он у нас. В Холмске дома, когда приезжали, тоже постоянно ходили к логопеду. У нас было три раза в неделю логопед. Плюс у нас была коннотерапия. Это в областном городе мы ездили на коннотерапию у нас есть. Там ему тоже нравилось, на лошадях. И бассейн был. Мне кажется, курс интенсивный, он как бы дает вот основной скачок, рывок, а дальше уже, чтобы как поддерживающее было, чтобы не бросать, а постоянно вот поддерживать, поддерживать, чтобы результат на спать не был. Потом снова рывок курс вот этот. И снова уже поддерживающийся, чтобы закреплять результат и продолжать до следующего курса. На какой по счету курс вы приехали сейчас? Сейчас 6 лет и 6 курс. Что бы вы посоветовали родителям детей, у которых есть отставание в речи? Наверное, в первую очередь не отчаиваться, не бояться. И не верить, что ли, самому первому диагнозу, проверять. Терпение, да, и бороться за них, что ли. К сожалению, волшебную таблетку пока нашим детям не дают. Надо, да, терпение. Да, и поэтому надо не сваливать свою ношу, это так сказать, на преподавателей и на их. Да, то есть они дают рывок, а вы его продолжайте. Потому что вот это метание помогло мне с первого раза, не помогло. Это хуже нету. Потому что, я говорю, мы мелкими шагами, мы очень шли мелкими шагами. Мы вот настолько мелкими, вы даже представить себе не можете. Хотя на глазах некоторых деток со второго томатиса уже говорили. А мы мелкими шагами. Но зато сейчас, говорю, мы когда пришли в сад, все были удивлены. Потому что наш ребенок по интеллекту, по разуму, он даже некоторых мальчишек и девчонок опережает. А вот поведение мы, конечно. Поэтому самое главное, что команда сильная, очень сильная. Как преподаватели, так и врачи. Сильные люди, сильная команда. Но все-таки на себя надо тоже. Самое главное, что-то делать. И даже тогда, когда узнаете диагноз, то есть не опускать руки. Потому что у нас, в общем-то, диагноз тоже был. Моторно-олайн, мы сейчас так хорошо говорим, потому что мы из него вышли. У нас осталась только дезертрея, то есть только лечевая проблема. И поэтому, ну да, да, не опускать руки, а бороться за свою тюрьму. Потому что, кроме нас, никто за них бороться не будет. Та же Виктория Леонидовна не приедет и не будет бороться за нашего ребенка. А то, когда мы сами обратимся, когда мы будем говорить о том... И главное, не стесняться, потому что первый момент, когда приезжаешь, и когда вот не видел вот этих детей, да, и думаешь, вот как сказать, что вот твой ребенок не такой, как все. Над ним будет что-то там не так делать, да. Вот поэтому вот этот первый момент, надо перебороть себя и говорить то, что есть. Как он себя берет, что он делает, куда он смотрит, как он при этом ест. То есть не бояться, потому что здесь люди поймут, здесь люди дадут хороший совет. Потому что мы даже к психологу вот обращались, да. Элементарно, мы с прогулки не ходили у кого-то ходить, он у нас прямо в истерике был. Поэтому я говорю, даже психолог, казалось бы, вот, ну, можно было бы, минуя его против всего, то у нас, в общем-то, неплохо было. И то мы пришли, мы не пожалели. Поэтому надо, да, надо все-таки не бросать своих детей и не думать, что, ну, коль нам такой диагноз поставили, а есть такие родители. Вот даже на Сахалин мы приезжаем, мы сюда одну семью, Юлю у нас в магазине, девочка работает, мы ее в прямом смысле заставили поехать, потому что город маленький, и видели, что мальчик не разговаривает уже 4 года, а он ходит, как МТР. И мы говорим, Юль, есть такое? И она сначала, да, ну, вряд ли, вот мне дали диагноз. И Лена тогда ей открыла свои карты, говорит, у нас такой же диагноз был, надо ехать, надо добиваться. Она поехала, сейчас тоже ребенок начал говорить. Поэтому надо не сидеть, не сложить вот так ручки и поплакать в жилетку. Мы плакали, что греха-то это. Сейчас плачем, Лена уже спокойно, а я, как вспоминаю, плачу, да. Поэтому ни в коем разе не складывать руки. А прям вот на пролом искать, звонить, находить этих людей и приезжать сюда. Да, потому что мы вот дороги, 9 часов. Но, тем не менее, мы два раза в год ездили, ни разу не пропустили. Поэтому мамам надо терпение. Спасибо.